здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами будет такая короткая встреча очень емкая но поговорим о довольно важных вещах о таких моментах в кукле как нюансы такие маленькие детали какие-то красивые которые на первый взгляд совершенно не видны но при ближайшем рассмотрении они создают определенный колорит такой интерес и работа выглядит завершенной есть несколько таких моментов которым я пришла со временем хотела бы поделиться ими с вами вот давайте начнем чтобы не тратить наши с вами драгоценное время есть вот такая вот готовая куколка как вот сегодня вот это вот будет мне в помощь работать будем с ней она еще не закончена мы шьем ее в прямую в прямых эфирах на мастер-классах поэтому следующий этап у нас одежда но прежде чем ее одевать окончательно есть еще некоторые моменты которые было бы интересно в ней доработать например такие как лицо глаза они хоть и нарисованы но я бы еще активнее их бы выполнила с помощью вышивки и такие детали которые особенно не видны но тоже не очень хороши например вот этот вот задний шов вот эти ниточки я специально оставляла вот крепежей об этом тоже мы обо всем уже разговаривали задний шов вот этот вот вот здесь на спине он аккуратный но не очень красивый и поэтому оставлять вот так нужно либо пришивать на живую одежду то есть прям кукле либо как-то убирать его вот и я бы конечно пришла к такому выводу что можно его прятать вот так сейчас мы об этом с вами и я покажу вам как я это делаю вот чуть позже наверное можно будет поговорить и о вышивке на глазках на самой кукле чтобы она выглядела более закончена сейчас покажу вот здесь ее мы разденем она такая уже полностью у меня ждет только своей отправки домой вот здесь она у меня при шляпе при одежде шляпку у нее снимается я ее креплю такой булавочкой вот вот так вот она одевается снимается но я думаю что мы шляпку снимать не будем пусть она у нее останется вот а покажу вам сейчас как раз то о чем говорила на спине одежда вся снимается и вот вся суть в том что когда человек снял всю одежку не хочется чтобы он разочаровывался в работе поэтому вот такой вот у нее платье пиджак и здесь вот такая вот штука сейчас раздеваем ее поп 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 юбочка нижняя такая красивая вот и штаны у нее они уже прикреплены вот видите сердце глаза тоже нарисованы а потом немного вышиты всякие штопочки на брюках и сзади об этом поговорим праздник разноцветными нитками это как бы завершение образа об этом поговорим 11 сентября я думаю с вами обязательно приходите будет довольно интересно а сейчас вот как раз про эту бирочку здесь у меня не было как такового шва на спине но здесь тоже под ней скрывается я выводила все нитки под нее узелок то есть она помимо декоративной функции несет еще и важную такую важный такой момент в себе она скрывает все эти огрехи получается со спины и аккуратно и все так что сейчас мы вот этой вот кукле сделаем так же эту чуток подвинем сделаем так же здесь вот пришивать будем вот этими вот нитками вот эту вот бирочку я выбрала такую принципе тематика здесь у меня никакая в кукле не поддерживается поэтому вот так вот я ее подгибаю с одной стороны и и подгибаю с другой стороны так и так и закрываю ей вот так вот мы приблизительно ее прикрепим сейчас по центру нужно обязательно чтобы она выглядела так и так иголочками накалываем вот эти вот уголочки и вот здесь вот вот так теперь так но пока я не скрепить сейчас я еще вверх немножко вижу что он у меня не ровно прикреплен поэтому я его сейчас отрегулирую так он видите не асимметрично относительно шва получается это ничего страшного главное чтоб руки здесь не зацепляли за эти уголочки здесь пока сейчас отогну и вот эти ниточки выведу таким образом чтобы мне удобно было с ними работать во первых мы завяжем сейчас их тут все два узелка поскольку это нитки тоже они важны они у нас на эти нитки мы крепили руки и ноги заглядывайте тоже мастер-класс он находится у меня в личном кабинете насколько мне известно и там мы как раз раскраивали эту куклу соединяли все детали набивали ее крепили ручки ножки голову делали волосы роспись так и вот так вот по одной ниточки сейчас я выведу вот сюда вот вот сюда вот раз можно даже попробовать по 2 так 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 не девается вдеватель у меня перед глазами но есть сейчас мы их используем очень удобная штука когда начала работать с мелкими японскими иголочками поняла что без нитка вдевателя не обойтись поэтому постоянно их теряю с конца их покупаю вот но вставляем так но он здорово облегчает работу нитка толстая нитка толстая с ней тоже не справляется так что честно потихонечку выводим все эти 7 ниточек тихоньку выявили все семь ниточек вот так вот одно оставили на иголке дальше закрепляем вот здесь вот иголочкой вот здесь и вот здесь по уголочкам обязательно подвернутой должно быть мы же стремимся к аккуратности правильно так и так сюда можно на это место прикалывать бирочку со своим именем своим продуктом и дальше вот так вот хаотично начинаем пришивать ее почему хаотично потому что можно здесь маленькими такими аккуратненькими стежками так но тоже стараемся думать а вот здесь у нас остался шов но он закроется потом тонировкой или штанишками и по сути будет выглядеть кукла наш довольно аккуратно так а вот здесь вот по уголочкам я пришиваю так угол угол нужно крепить обязательно крепко сюда ты иглу можно уже убрать чтобы она нам не мешала ближе поставлю игольницу сюда так и так еще один так и дальше ведем эту ниточку здесь можно прикрепить можно симметрично как-то класть стежки но не обязательно этого делать можно обыграть такую легкую неаккуратность и вот так вот выводим заканчивая ниточку здесь неудобно будет так одну нитку сделали отрезаем следующую ниточку если не остается не так открепление рук и ног то можно просто вдевать какую-то контрастную нитку мулине я иногда так делаю тоже красиво пришиваю контрастными нитками тоже получается здорово вот здесь и пришли к этому уголку здесь нужно крепить помним очень аккуратно и внимательно так раз и на угол этого так еще вот здесь в час узелок и вводим нитку где-нибудь вот здесь откуда иголка идет так и удобно нам действовать так отрезали убрали следующая нитка вышла вон аж где внизу у меня это ничего страшного мы сейчас ее тоже нитка борсится удобно кончик нитки клеем может быть смазывать как-то потихоньку если просто под руками его нету еще раз отрежу так так коротенькая совсем поэтому мы сейчас не быстро раскрытаемся так раз здесь можно поактивней то есть у нас такие получаются декоративные стежки выглядит довольно неаккуратно но это создает определенный колорит так ниточка совсем короткая так что я прямо сейчас уже и завяжу узелок иногда я пришиваю сюда какие-то можно пришить кусочки ткани можно что-то вышить на спине если нужно закрыть какой-то шов или что-то какой-то неаккуратность это очень довольно хороший ход то есть вы и делаете декоративный элемент создаете в то же время так папа так здесь у меня есть нитки поэтому я выведу вот эту вот вот сюда здесь у меня аж целых две нитки поэтому вот это сейчас по прикрепляем здесь наверху раз эту иглу можно уже вытащить раз так видите в каком-то месте я делаю по больше стежков в каком-то поменьше это потом можно сверху их еще немного подпачкать красками получится такая так узелочек вообще во всех отношениях хорошо у меня и нитка внутри синдепон фиксирует чтоб набивка никуда не девалась и в то же время я так и последние пару ниточек остались так так вот это еще скрепим вот этот уголок а то уже можно убрать нам больше не понадобится то есть я о чем хочу сказать любая неопрятность в работе должна быть обязательно оправдана если мы сейчас здесь такими неаккуратными стежками крепим эту бирочку но при этом забавно что прячем тот же самый неаккуратный шов но это очень важно потому что какие-то швы должны быть просто безупречными в кукле а вот эта неопрятность уже должна создаваться декоративностью так раз два здесь уголочек вот так вот на угол крепим раз так и так так вводим вот здесь вот то есть нитки серенькие они красиво перекликаются с набрызгом с вот этим вот которые у нее ногу как подниму который вот здесь вот на шее есть вот выглядит все это дело довольно ну колоритно и представляете как будет интересно открываешь 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 куклу а там хоп и такой сюрприз то есть как бы я такие декоративные элементы начинаю создавать уже с этапа одежды с этапа туловища чтобы она и без одежды уже выглядела очень интересной вот последний уголочек и последняя ниточка так 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 опа и здесь раз и вот здесь вот обязательно уголки нужно хорошо хорошо крепить то есть при всей неопрятности шва я все равно продумываю так и так 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 все последняя ниточка опа вот и вот так вот это дело у нас выглядит красиво и интересно можно здесь еще приделать какую-нибудь у меня сейчас под руками может быть я найду сейчас быстренько вот вот что интересное сейчас мы ей пришьем знаете как вишенка на торте попадать будет в точности в цвет видите вот этот зеленый цвет на лице блестюшка мы сейчас ее хоп тоненькой ниточкой иголочка вот так вот выводим и где-нибудь вот здесь вот бисерной иголочкой так так сначала прикреплю эту штучку раз два и так и бисеринку оп вот и согласитесь намного приятнее будет распаковать куклу и увидеть у нее на спинке пусть даже и очень опрятный но все равно шов который по сути не должен был быть виден быть виден вот а здесь у нее на спине уже сама по себе такая красивый такой декоративный элемент также выводим нитку никогда не обрезаю сразу нитку узелка потому что узелки бывало развязывались нитку всегда вывожу в синдепон вот так вот 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 так что выдумывайте и главное не бойтесь вот такая вот на спине штука 11 сентября обязательно приходите будет занятие скорее всего мы будем декоративно заканчивать всю куклу вышьем ей лицо поверх росписи я покажу как я это делаю ручки ножки завяжем ей ленточки то есть поговорим о том как грамотно закончить свою работу и не переборщить пока пока